Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак дорогие друзья, всем привет и сегодня я вам представлю интересные новинки смартфонов 2016 года на октябрь. Октябрь прошел под знаменем китайских флагманов Xiaomi, Oppi и Smartin представили по два топовых устройства, которые выглядят очень достойно, даже на фоне самых именитых конкурентов. Кроме них в октябре появился на свет новый флагман от Philips. Первый смартфон с 6 гигабайтами оперативной памяти от Samsung и пара доступных устройств от Huawei и LeEco. Хотите подробностей? Добро пожаловать в мой дайджест. Итак, первым смартфоном у нас в списке идет Honor 6X. Время начала продаж у нас неизвестно. Ориентировочная цена на девайс такая. 150 долларов за версию с 3 гигабайтами оперативки и 32 гигабайта памяти встроенной. 195 долларов за версию с 4 гигами оперативки и 32 встроенной. И 240 баксов за версию с 4 гигами и 64 постоянной памяти. Особенности девайса. Двойная 12 мегапиксельная камера и плюс 2 мегапикселя. Так, Huawei представила бюджетный смартфон под брендом Honor. Ключевой особенностью Honor 6X стала двойная камера с разрешением 12 мегапикселей плюс 2 мегапикселя. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей. Новинка заключена в металлический корпус с пластиковыми вставками сверху и снизу. И оснащена сканером отпечатка пальцев на задней панели. Под всем этим скрывается фирменный процессор Kirin 625 с тактовой частотой 1.2 гигагерца. Параметры, конечно, внутренней памяти мы уже знаем. Также аппарат будет поддерживать карту памяти до 128 гигабайт. Дисплей построен на 5,5 дюймовой Full HD матрице. Питает все вышеперечисленный аккумулятор на 3440 мА. Итак, вторым в списке у нас идет крутой камерафон от Kodak. Называется он Kodak Ektra. Время начала продаж декабрь. Ориентировочная цена у нас 500 евро аж. Ну так, не дешевый смартфончик, однако. Особенности этого смартфона 21 мегапиксельная основная камера. Компания Kodak представила свой второй по счету смартфон. Своё название Kodak Ektra получил внастерство от знаменитой серии фотоаппаратов, которую фирма выпускала с 1941 года. Основное внимание в новинке было уделено камере. Здесь установлен 21 мегапиксельный модуль с сенсором от Sony и объективом со значением диафрагмы f2.0. Имеется фазовая фокусировка, шестиосевая оптическая стабилизация, двухцветная вспышка и ручной режим съемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 мегапикселей. Аппаратная начинка на уровне устройств среднего класса. Пятидюймовый Full HD дисплей. Десятиядерный процессор MediaTek Helio X20. Три гигабайта оперативной памяти. Накопитель на 32 гигабайта с возможностью расширения. И аккумулятор на 3000 мАч. Ну, конечно, за такие скудные характеристики, скажем так, середнячка 500 евро, это слишком дорого. Третьим смартфоном по списку у нас идет LeEco LeS3. Время начала продаж неизвестно. Ориентировочная цена у нас будет 249 долларов. Особенностью аппарата разъем USB Type-C с поддержкой Q-Charge 3.0. На презентации компания LeEco показала не только новый флагман LePro 3, но и доступный аппарат Le3S. Смартфон выполнен в цельном металлическом корпусе. 5,5 Full HD дисплей, покрыт защищенным стеклом Gorilla Glass 3. Мозгом устройства стал 8-ядерный Snapdragon 652. Объем оперативной памяти и встроенной памяти составляет 3,32 гигабайта соответственно. За фото и видеосъемка отвечает 16-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Присутствует поддержка технологии быстрой зарядки Q-Charge 3.0. Также смартфон оснащен сканером от печатка пальцев и разъем USB Type-C. Следуя последним трендам, LeEco решила отказаться от 3,5-мм аудиоджека в пользу USB Type-C, положив в коробку специальный переходник для наушников. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Субтитры создавал DimaTorzok